Экспозиция. Древнее искусство рассказчика сообщает зрителю информацию о сюжете, иногда посредством бегущих вверх титров. Джоуи Скома. 28 лет. Сценарист. В настоящее время отбывает пожизненное заключение в кинотюрьме за отказ соответствовать Неверноутс. Давненько не виделись с Кома. Давненько не виделись с Кома. Это такой кривой намек на нашу общую историю. И это ты назвал экспозицией? Это ты должен сидеть в кинотюрьме, а не я. Черт возьми, Джоуи, мне нужна твоя помощь. Конечно, я ненавижу тебя, а ты презираешь меня, но у меня проблема. У меня 20 страниц информации, которую я должен сообщить зрителю. Я не представляю, как сделать это интересным. Ты никогда не мог. Знаешь, они говорят, ты лучше в разжевывании деталей для зрителей, чтобы никто не засыпал. Короче, ты должен доказать, что ты крут. Ты скажешь мне, как работает хорошая экспозиция. Да? И зачем мне это? Ни ты, ни твои страницы не тянут даже на двойку. Хорошая экспозиция должна быть хорошо мотивирована. Как насчет такой мотивации? О, неплохо. Но если ты хочешь, чтобы люди действительно обратили внимание на экспозицию, она должна быть частью конфликта в сцене. Вроде борьбы, разворачивающейся драмы между двумя героями. Например, представь, что я рассказываю тебе об экспозиции. Только чтобы отвлекать твое внимание. Отвлекать внимание? Да, отвлекать внимание. И, может, за твоей спиной крадется ниндзя, а ты еще этого не знаешь. Но в то время, как я все рассказываю об экспозиции, зрители думают себе, смотри, там ниндзя! А может, я просто морочу тебе голову. Как бы там ни было, только что я сообщил дохрена информации, а зритель даже не заметил это. Неплохо. Спасибо за сотрудничество. Я думал, у нас сделка. Сделка? Да брось, Джоуи. Ты думаешь, я хочу, чтобы ты объяснил экспозицию мне? Ну, для этого я ведь здесь, разве нет? Ты думаешь, единственный способ донести информацию – это диалог? Оглядись, Джоуи. С первой секунды эти сцены битком набиты информацией. Эти наручники рассказали всем, что ты заключенный. Этот костюм показал всем, что я представляю власть. Эта кружка сказала зрителю, что я хорош в том, что я делаю. Лучший босс в мире. Да, Джоуи, даже твой наглазник намекнул на твое трагичное и загадочное прошлое. Боже, это все правда. Да, это правда, приятель. И лучший способ сообщить информацию зрителю – это ты. И щекочешь ты их нервы благодаря потрясающему, но заслуженному сюжетному повороту. Я не работаю на кинотюрьму. Я работаю на киношколу Рокет Джамп. И мы только что сделали урок веселым. О, боже мой! Да, мы сделали это! Ты негодяй! Нет! Ты негодяй! Нет! Спасибо, что смотрите, детишки. Идеи для видео Разбивка сцены Видео по экспозиции Совет профи Как сделать голос Бэтмена Перевел и озвучил Сергей Афонин Летишь в Нью-Йорк, находишь президента, возвращаешь его в течение суток, и ты свободен. В течение суток Я делаю тебе выгодное предложение Дерьмо собачье Все по-честному Я подумаю Нет времени Я жду ответа Выберите нового президента Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!